Добрый день, меня зовут Екатерина Барсукова, и я промышленный дизайнер, но с 2014 года я занимаюсь созданием и изучением образовательной среды на всех ступенях образования, начиная с детских садов и заканчивая вузами. Но, конечно, не более интересный, вдохновляющий и волнующий в моей профессии объект – это здания общеобразовательных школ. Чем же они так интересны? Дело в том, что общеобразовательная школа, с одной стороны, это как бы город в городе, это объект, который по своему назначению должен сочетать в себе во многом несочетаемые и даже разделяемые в городе функции. Например, это одно здание, в котором сосуществует спортивный зал, то есть спортивная инфраструктура, полноценный практически ресторан вместе с пищеблоком, с местом для питания, с различными гигиеническими требованиями, сложностями, которые сопряжены с общественным питанием. Это место для отдыха, для переключения деятельности, для научной деятельности, для сосредоточенной детской работы и, конечно, для работы взрослых людей. При этом этот объект является мерилом во многом для ребенка, его будущего архитектурного вкуса. Дело в том, что когда ребенок в первом классе приходит в школу, у него еще нет понятия о том, как эта школа должна выглядеть. Он просто не знает, какой должна быть школа, какой может быть школа. Он приходит туда и воспринимает это здание, эту структуру, этот интерьер так, как он есть, и это становится для него правилом. То есть что такое школа? Школа выглядит вот так. И хорошо, если в течение своей жизни у ребенка есть возможность сменить несколько зданий, таким образом разнообразить свою точку зрения о школе, либо каким-то другим путем он, может быть, получает архитектурное образование, или художественное, или просто много путешествует, и таким образом узнает, что вообще-то школы бывают разными. Но если это человек, который прошел свой образовательный путь в одном месте, то, скорее всего, со словом «школа» у него будет ассоциироваться какое-то одно конкретное здание, которое часто бывает выглядит довольно сложно. Есть еще один интересный момент, связанный с развитием школьной архитектуры, и это роль школы в истории. Дело в том, что, как любая архитектурная единица, школа не создается моментально. Она сначала разрабатывается проект, потом идет стройка, потом идет какой-то процесс приема этого здания в работу, время идет, а школа на момент создания проекта отражает ту эпоху, в которой она существует. И здесь, конечно, хотелось бы поговорить об этом поподробнее. Нас интересуют не совсем древние истории, а все-таки школы, которые существуют уже в эпоху массового образования. Если говорить о России, то это началось в конце 19-го, начале 20-го века с церковных школ, возникающих, как вы видите на этой фотографии, в деревенских зданиях, в деревянных зданиях практически не сохранились здания этих школ. И внутри это была такая школа-дом. И эта школа была предназначена для того, чтобы научить обычных детей, детей, деревенских детей, каким-то основам грамотности и основам жизнедеятельности. Например, гигиене, которая в то время находилась на довольно низком уровне, каким-то социальным нормам, каким-то основам поведения. Именно с этим связаны вот такие парты, которые вы сейчас видите на фотографии. Дело в том, что соединенная парта с лавкой как раз заставляла беспокойных и активных деревенских детей сидеть тихо и спокойно. И меня очень печалит, когда сейчас я иногда встречаю такие парты в современных московских школах, потому что наших детей больше не нужно заставлять сидеть спокойно, как это происходило в начале 20-го века. Потом, вместе с приходом в российскую действительность всех этих исторических моментов, связанных с революцией, со сменой режима, с процессом урбанизации, переездом людей в города, возникла необходимость создания новых школьных зданий, отвечающих следующему этапу, следующей временной эпохе. И, в принципе, 20-е годы с точки зрения архитектуры очень интересные, с точки зрения социальной структуры очень интересные. Возникает идея в мире, не только в России, социальных микрорайонов, когда люди живут в небольших по размеру квартирах, так называемых домах коммунных, а всякие свои бытовые вещи, бытовые вопросы, проблемы решают, например, в общественных банях, в общественных брачечных, в больших комбинатах питания, и дети ходят в большие школы, чтобы там учиться. Мы знаем, что эта идея в итоге оказалась провальной, и дома коммуны больше практически не существуют, но именно тогда появилась идея создания школы как некоего архитектурно-художественного объекта, храма науки, храма архитектуры, которая могла бы привить детям, людям, которые в эту школу приходят, уважение к науке, уважение к процессу образования, который в этой школе происходит. Если вы сейчас посмотрите на изображение на экране, вы увидите одну из сохранившихся школ. Она была построена в конце 20-х годов, введена в эксплуатацию в 1935 году. Это памятник постконструктивизма. И она в целом отражает то стремление, которое возникало в архитектуре в начале 30-х, в середине 30-х годов, когда, с одной стороны, молодое государство еще не могло позволить себе серьезные траты на архитектуру, поэтому очень мало украшательства. Но при этом созданием образовательной инфраструктуры и школьного здания занимались серьезные именитые архитекторы. Строить школу было престижно, и школа создавалась с уважением к зданию, с уважением к науке. Школа была призвана привить ребенку вот это ощущение важности науки, важности самостоятельного мышления, важности умения общаться и грамотно выражать свою мысль. Это был храм в какой-то мере, но уже храм не сельской школы, не околоцерковной школы, а храм настоящей науки. И если вы посмотрите сейчас на фотографию, это современное состояние этой школы. И да, мы видим, что до интерьеров, к сожалению, добралась плитка соль-перец 30 на 30, и это очень грустно, но в целом школу практически полностью удалось сохранить, что большая редкость для памятников конструктивизма в современной Москве. Дальше, к середине 30-х, началу 40-х годов становится понятно, что заниматься индивидуальной школьной архитектурой Советский Союз больше не может себе позволить. Дело в том, что поток людей, которые переезжают в города, у них появляются дети, уже стал настолько большим, что строить школы по индивидуальному проекту стало слишком дорого, и их не хватало просто на этот объем людей. Поэтому именно в 30-е годы начинают разрабатываться первые типовые проекты школ. Это в первую очередь так называемый проект «Эмьюн», самая массовая школа из тех, что строились в Советском Союзе. Создан этот проект был архитектором женщины Лидией Степановой. Создавался он в конце 30-х, в 1939 году он был утвержден, но в процесс вмешалась война, и строиться эти школы начали только через 10 лет. В 1949 году появилось первое подобное здание в Москве. И обратите внимание на фотографию, это школа «Эмью» первого потока, она четырехэтажная, она довольно маленькая, в ней нет помещений рекреации на этажах. И такие школы строились в течение нескольких первых лет, после чего архитектор переделала проект, и добавили пятый этаж, увеличили площадь коридоров, увеличили площадь рекреаций. И подобные школы строились до конца 50-х годов, после чего, вот сейчас вы на экране видите школу, которая как раз по улучшенному проекту строилась, после чего школы формата «Эмью» стали строиться не из крепича, а из блоков, и с меньшим количеством украшений снаружи, они такие белые в основном, их много в Москве. И эти школы строились до 1962 года. На данный момент школы проекта «Эмью», начиная вот от самых первых кирпичных и заканчивая блочными, это самые распространенные школьные здания в Москве, и их еще довольно много в Санкт-Петербурге. Если рассмотреть этот проект подробнее, и даже если есть возможность зайти внутрь, мы понимаем, что эта школа очень четко отвечает требованиям того времени. Для того, чтобы поднимать страну после опустошающей Отечественной войны, нужно было очень много людей, работающих на фабриках, занимающихся различным физическим трудом. И эта школа, она сама по себе как бы отражает облик фабрики. И как их и называют школы-фабрики. Потом, постепенно, когда процесс развития промышленности прошел свой этап становления, стало интереснее и важнее развивать немножко другие направления образовательной деятельности. И постепенно у нас появляются новые проекты типовых школ. Те школы, которые мы про себя немножко так называем школами-офисами, это 70-е и 80-е годы. Это уже унифицированная архитектура, блочная архитектура. Сейчас вы на экране видите проект повторного применения 16.05. Это один из серийных проектов в городе Москве. Еще помимо них есть проекты В-79, так называемые школы с внутренним двором, квадратные. У всех этих проектов примерно одна и та же внутренняя структура. При этом здания сделаны по принципу карточного домика. То есть бетонные плиты, из которых состоит как раз здание, они держат сами себя. И перепланировка этого здания практически невозможна. Я сейчас помогаю вот той школе, которую вы видите на фотографии с капитальным ремонтом, и с процессом усовершенствования ее внутренних пространств. И, как оказалось, это очень сложная задача, сложный процесс, потому что мы даже не можем, например, объединить несколько кабинетов, чтобы создать общую зону для хранения, потому что даже прорубить обычную дверь размером 90 на 200 сантиметров практически нигде не представляется возможным. И потому что бетонные плиты сами себя несут, и потому что вентиляция в школе устроена таким образом, что практически ничего с ней не сделать. И поэтому я, как дизайнер, намного больше люблю здания типа МЮ, которых практически нет несущих стен. Внутри они все опираются либо на колонны, либо на балки. Вот так выглядят школы типовых проектов повторного применения внутри. В отличие от школ фабрик, школы-офисы стали обладать большим пространством, у них появились более широкие комфортные коридоры, больше рекреаций, но кабинетная система сохранилась, и, как я уже сказала, перепланировка этой кабинетной системы достаточно затруднительна. Сейчас после школ-офисов возникает концепт школы-города, школы, в которой ребенок проводит не только время за уроками, а в которой ребенок живет, занимается доп. образованием, общается с друзьями, у него должна быть возможность развивать свои не только какие-то научные образовательные навыки, но еще и так называемые soft skills, навыки общения, налаживать социальные связи и каким-то образом проводить время более интересно, более включенно в тот процесс, который происходит вокруг него. Поэтому постепенно история завернулась в кольцо, и мы словно возвращаемся в 20-е годы. Строить школы снова стало престижно. Очень серьезный рывок в престижности застройки произошел как раз где-то в 13-14 годы, когда я пришла тоже в образовательную среду, в образовательную архитектуру. Примерно в это время возникает одновременно и вопрос об изменении государственных стандартов образования, об усовершенствовании инфраструктур типовых школ, и появляются сразу несколько прорывных, очень интересных, нетиповых проектов, пока еще частных школ. Но постепенно крупные застройщики задумываются о том, что создание именно нетиповой, интересной, архитектурно-яркой, привлекательной школы повышает престижность микрорайона и повышает, соответственно, стоимость жилья в этом микрорайоне. Поэтому несколькими годами позже приходит стройка и интересных, нетиповых муниципальных школ. Сейчас на фотографии вы видите школу в Куманарке. Это индивидуальный проект. Вот эта школа в микрорайоне ЗИЛ. И обе эти школы, и как и большинство других строящихся сейчас школ, объединяет еще одна тенденция. Это тенденция к укрупнению. Когда вместо школы на 550, на 650, на 800 максимум человек, у нас строится школа-мегаполис, рассчитанная на 1300, 1800, 2100 человек. И, конечно, с точки зрения дизайна, это немножечко пугающая тенденция. С другой стороны, подобные школы позволяют сократить затраты на их строительство и при этом принять всех детей, которые нуждаются в школьных местах, в связи с тем, что в Москву сейчас приезжает очень большое количество мигрантов. И дефицит школьных мест по-прежнему присутствует. Я работаю со школами, которые рассчитаны на 2000 человек, а в них сейчас ходит 3-3,5 тысячи человек. Им приходится работать в две смены, в две с половиной смены и каким-то образом организовывать все это внутреннее пространство так, чтобы все эти дети могли вовремя покушать, вовремя прийти на свои уроки и не иметь проблемы с гардеробами, с безопасностью. В общем, это такой очень сложный и интересный процесс, происходящий сейчас внутри этих школ-мегаполисов. Это было такое вступление. А вот сейчас мне хотелось бы поговорить о том, как все-таки выглядит школа для современного ребенка. И помимо того, что сейчас создаются школы-мегаполисы, сейчас еще создаются школы-ступени, когда вот эти небольшие здания, типовые здания, рассчитанные на небольшое количество детей, предназначаются либо для младшей школы, либо для средней школы, либо для старшей школы. То есть школы делятся по возрастному принципу. И сейчас на фотографии вы видите уже более смелую работу с цветом в здании школы для старшеклассников. Про цвет мы поговорим чуть позже. Но, в принципе, вот эти две тенденции, укропнение школ, либо разделение школ на ступени, приводят к нас к тому, какова школьная архитектура для современного ребенка сейчас. И, возможно, у нас получится немножко пофантазировать на тему того, какова эта школьная архитектура будет в ближайшем будущем. Обозначая эту тему, я специально поставила знак вопроса, потому что сейчас мы находимся в такой сложной ситуации, когда, ну, наверное, никто не знает, как будет выглядеть современная школа для современного ребенка. И если вдруг кто-то придет и скажет вам, что он точно знает, не верьте, мы все страшно сомневаемся сейчас и думаем о том, как жить дальше, и что ждет наши будущие школы, как они будут выглядеть. Пока существует только какой-то набор тенденций, про которые мы можем говорить. Сейчас мы попробуем это сделать. Вместо эпиграфа к моей дальнейшей лекции я выбрала вот эту картинку. Я, к сожалению, не помню, откуда я ее взяла, где-то в интернете. Но смысл в том, что сейчас очень много игроков в образовательной инфраструктуре, в образовательной архитектуре, которые пытаются играть по своим правилам. И у нас сейчас очень большое поле для исследований, очень много различных экспериментальных, интересных, ярких школ, которые можно прийти, наблюдать и попытаться понять, как это все работает. И каждый, кто пытается сделать что-то новое, как здесь написано, если тебя не принимают в игру, придумай свою. Каждый придумывает какую-то свою собственную игру. И мы учимся, перенимая этот опыт. Что можно сказать про то, какой должна быть школа для современного ребенка? Ну, в первую очередь, она, конечно, должна быть дружелюбной. И в этом плане, если мы вернемся в истории к школам-офисам и школам-фабрикам, очень хорошо на этой фотографии видно разницу в подходах. Наверху финская школа сауна Лахти. И на самом деле у нас в Подмосковье уже появилась еще школа подобной архитектурной формы. То есть форма, которая как бы немножко приобнимает человека, зовет его зайти к себе. Она такая теплая, привлекающая. Это то, какой должна быть школа. И, с другой стороны, то наследие, которое мы получили после школ-фабрик и школ-офисов, это школа, которую вы видите внизу. Это типовой проект, их в Москве довольно много. И это совершенно иная система визуальная. То есть она такая защищенная, закрытая, преграждающая вход. И здесь нужно сказать еще об одной особенности восприятия ребенком своей школы. Дело в том, что взрослый человек, у которого уже довольно большая насмотренность, большое количество архитектуры, он видел там, может быть, ездил много куда-то, он в состоянии абстрагироваться и воспринимать здание цельно. То есть понимать, какой объем в пространстве это здание занимает, какой оно формы, каким образом эта архитектура работает. Если же мы говорим о детях, особенно о младших школьниках, они здание фрагментируют. Они выбирают какие-то ключевые элементы. Вот, например, вот это здание, тоже типовой проект, при опросе школьники называли оранжевым. Хотя здание совершенно точно белое, да, но если мы посмотрим на него, то вот эти оранжевые окна создают такие яркие пятна, которые привлекают внимание ребенка, и ребенок перестает считывать здание целиком, он начинает считывать его выделяющиеся характеристики. И если мы вернемся к дружелюбию, то вы увидите, что главной характеристикой многих школьных зданий дети считывают запрет, решетку, закрытость, турникеты, какую-то вот такую немножко негативную сторону вот этой фабричной архитектуры. И в этом плане я хочу сказать, что решетки вообще в школах – это зло. При любой возможности сменить решетку, заменить ее чем угодно, стеклом или хотя бы решеткой, но какой-то менее очевидной формы, может быть, каким-то речным забором, всегда это делайте, потому что дети видят, чувствуют, запоминают решетки, очень их не любят и рисуют нам потом вот такие картинки про то, что они в тюрьме, они в школе находятся. Еще одна тенденция, очень важная в современной школьной архитектуре – это уважение к контексту. То, что я вам сейчас показываю, это, конечно, очень кардинальный пример, но время типовых проектов ушло вместе со временем офисных школ и со временем фабричных школ. Каждая школа, которая создается в каком-то своем конкретном месте, должна учитывать контекст этого места. На фотографии сейчас школа в Уганде – это самая южная школа, в которой мне удалось побывать. Она довольно престижная, и если на нее посмотреть, в связи с климатом Уганды, там все время примерно одна и та же температура, там нет необходимости перекрывать рекреации. То есть все коридоры и рекреации – это открытое пространство. Ну, невозможно представить себе такую школу в России, потому что у нас совершенно другие климатические условия. Зато вот эта школа в России – это самая северная школа, в которой мне удалось побывать, это город Заполярный. И если вы посмотрите на оформление этого класса, там внутри наклеены зеленые обои. Вообще зеленый – это самый распространенный цвет в этой школе. И помимо зеленого цвета, там присутствует огромное количество мелких визуальных элементов, которые наполняют собой внутреннюю поверхность класса, и вообще и коридоров, и разных других пространств. И, как мне кажется, это связано с тем, что Заполярный находится в центре тундры, и большую часть времени дети проводят там в полярную ночь и в снегу, и вот эта визуальная жажда каких-то дополнительных раздражителей, какой-то дополнительной информации просто зеленого цвета, она делает эту школу такой, какая она есть. Хотя, конечно, подобное оформление для той же Москвы, оно практически неприемлемо. Если мы говорим о присутствии школы внутри сообщества, внутри какой-то ментальной группы, живущей в этом районе, еще одна тенденция развития современной школьной архитектуры – это наследие, это уважение к той культурной прослойке, к той ситуации, в которой эта школа находится. Мне очень нравится тот пример, который сейчас на фотографии. Это школа в Индии, построенная в 2018 году, и она как будто состоит из контейнеров, этих морских контейнеров, в которых живет огромное количество людей в трущобах Индии. Но при этом архитектура этой школы как бы переносит эти контейнеры на другой визуальный уровень, бережно и аккуратно создавая из них совершенно иную форму, которая уже не вызывает отторжения нахождение в трущобах. Следующий очень важный и для нашей школьной архитектуры тренд – это сдержанность. И связано это в первую очередь, конечно, с тем, что все люди разные, и что людей сейчас в школах приходит очень много, людей в том числе и с небольшими расстройствами, нарушениями аутического спектра, с особенностями развития аутического спектра. И разные люди, естественно, имеют разный бэкграунд, и какие-то чрезмерно яркие, чрезмерно тематические, чрезмерно насыщенные элементы оформления среды могут этих людей оскорблять, обижать, просто вызывать у них стрессовую реакцию или дискомфортную реакцию. Поэтому на фотографии сейчас библиотека Оди во Франции, ой, во Франции, в Финляндии, извините. И это великолепный пример очень качественной архитектуры с использованием минимальных цветовых контрастов. То есть, если мы на нее посмотрим, там практически ничего нет. Светлое дерево, белый, серый, там какие-то акценты черного. И на этом, в общем, внутреннее оформление заканчивается. Если мы говорим о школах, вот эта школа в Москве, она называется «Новая школа», Мосфильмовская улица. И опять-таки, если мы посмотрим на оформление входной зоны и лестницы на фотографии, мы увидим, что практически нет ярких цветов в оформлении. Все максимально приближено к натуральным материалам. При этом, на самом деле, во входной зоне «Новой школы» нет натуральных материалов. Вообще, дерево использовать сейчас, особенно в холлах школ, запрещено по пожарной безопасности. Все, что вы видите, это керамогранит или покрашенный металл. Просто это сделано с имитацией дерева, поэтому смотрится, ну, в общем, практически как финские школы. При этом, работая с подобным интерьером в контексте младшей школы, мы можем создавать вот такие яркие акценты, которые будут заострять внимание не на архитектуре школьного здания, а на субъектности ребенка, который в этом здании присутствует. Но мы к этой теме сейчас еще вернемся. Следующий тренд современной школьной архитектуры – это работа с цветом. Я уже говорила о том, что любое, не только школьное, любое общественное пространство должно быть создано с учетом разных людей, которые в эту школу приходят. И если мы говорим про цвет, то здесь нужно работать еще осторожнее и обязательно учитывать тот факт, что у разных возрастов детей цвет воспринимается по-разному. И, например, то, что вы видите сейчас на фотографии, это младшая начальная школа в Китае. И вы видите там очень большое количество желтого цвета. Там еще в некоторых местах здания есть красные элементы. И вот если мы говорим про началку, то это, конечно, работа с чистыми спектральными цветами, с различными теплыми оттенками. Если мы говорим про школу, про те помещения школы, которые выходят окнами на юг, то там можно использовать голубой, синий, более холодные оттенки зеленого. Но мы не используем в начальной школе бежевый, потому что дети младшего школьного возраста воспринимают бежевый как грязный. И еще бежевый цвет, он как бы немножко засасывает наш взгляд, мы немножко тонем в нем. И младшие дети очень сильно это чувствуют. Чем старше возраст ребенка, тем более сложные цвета он способен воспринимать, тем более нюансными становятся оттенки, интересными сочетания. И когда мы уже говорим о зданиях старшей школы, то здесь мы работаем с цветом прям совсем минимально. Чем меньше цвета в пространстве старшей школы, тем лучше и правильней архитектура. И вот сейчас, если вы посмотрите на фотографию, вы увидите класс Хорошевской гимназии, старшей Хорошевской гимназии. Эта фотография старая, она сделана прям перед открытием этой школы. И если вы посмотрите архитектурно на облик этого кабинета, то цвета в нем практически нет. Очень светло-бежевый деревянный потолок, светло-серый пол, белые стены, ну вот небольшой акцент на деревянные стулья. Подросток, молодой взрослый, приходя в это помещение, он не будет фиксировать свое внимание на помещении. Он будет фиксировать свое внимание на том, что происходит. Ну и еще, как говорят, что у каждого человека есть свой собственный цвет, и задача современной школьной архитектуры – подчеркнуть цвет человека, а не цвет пространства. Вот посмотрите в контраст работа с таким же помещением, но для младшей школы. Если я прям на секунду верну предыдущий слайд, обратите внимание еще раз, бежевый потолок, белые стены, светло-серый пол. И сейчас мы приходим на этот слайд. Бежевый потолок, белые стены, пол чуть темнее, но тоже серый. Но посмотрите, какая огромная разница в визуальной работе с помещением, насколько насыщенным и следами детской деятельности является этот кабинет. И вот работа с младшим школьным возрастом, она должна быть как бы более цветной, более насыщенной, чем работа со старшим школьным возрастом. Следующая тенденция образовательной архитектуры и вообще в принципе школьной жизни сейчас – это открытость. Открытость в очень разных смыслах этого слова. И в первую очередь это, конечно, открытость образовательного процесса городу, когда мы больше не находимся внутри одной школы, когда мы начинаем выходить наружу для того, чтобы получить знания. И вот здесь сейчас показаны картинки, которые рисовали подростки во время одного нашего очень интересного исследования, проводимого в нашей лаборатории, по поводу образовательных маршрутов. У нас педагоги рисовали образовательные маршруты, и подростки рисовали свои образовательные маршруты. И мы заметили одну очень интересную разницу в восприятии между педагогами и подростками, когда педагоги образовательные кварталы, образовательный маршрут рисовали вот прям как карту. То есть пойдешь туда, увидишь памятник, пойдешь туда, найдешь библиотеку. А подростки рисовали свой образовательный маршрут, как свою собственную жизнь. Я встал утром, посмотрел телек, позавтракал, узнал что-то новое про здоровый образ жизни, потом вышел, пошел в школу, потом зашел в спортмастер, мне там рассказал что-то. Продавец, я что-то еще узнала о здоровом образе жизни. То есть они как бы притягивают образовательный процесс ко всем событиям своей жизни. И школа должна ответить на этот вызов. Вот еще изображение про то, что подросток, молодой взрослый, воспринимает всю свою жизнь как образовательный маршрут. Еще одна сторона слова «открытость» — это, конечно, открытые интерьеры. Тенденция, в принципе, считается очень спорной. Многие педагоги говорят, что работать с такими интерьерами сложно. На самом деле, вот тоже кардинальный пример сейчас на слайде. Школа в Исландии, в которой практически все образовательные интерьеры открыты практически полностью. И процесс общения, образования идет в зальных помещениях, в open space, естественно, при серьезной работе с акустикой. И подобные школы больше работают с проектной деятельностью, чем с лекционной. Это такой крайний вариант, но на самом деле открытость, просматриваемость школьных интерьеров, она выполняет сразу несколько очень важных функций. Это, конечно, функция безопасности. Не то, что педагог, находясь внутри класса со стеклянной стеной, находится под наблюдением. На самом деле, в первую очередь, стеклянные стены в классах предназначены для того, чтобы люди внутри класса во время урока видели то, что происходит в коридорах. Таким образом, коридоры становятся более безопасным местом, и в школе снижается количество буллинга. Но есть еще один очень важный момент. И здесь мы снова перекликаемся с архитектурой 20-х годов. Дело в том, что то время, когда мы учились и работали в коробочке, закончилось. Сейчас, находясь внутри класса, ребенок учится, как бы он не закладывает информацию в голову, а он учится учиться, учится работать с информацией, учится воспринимать различную информацию, уметь ее фильтровать, работать с ней. И делать это в самых разных условиях, в том числе, когда его что-то отвлекает. И когда у нас есть возможность смотреть вокруг, когда наш взгляд не упирается в стены, а он продлевается куда-то дальше. Вот здесь на фотографии школы в Норвегии, и стеклянные стены кабинетов выходят в коридор, из которого и ведут снова стеклянные стены в огромную центральную зону такого каворкинга и класса технологий, как это у нас называется, где они занимаются ручным трудом. То есть, как бы взгляд совершенно не тормозит, и ребенок видит, что везде происходит какая-то жизнь, везде происходит какой-то процесс, и при этом он должен уметь научиться, продолжать учиться в этих условиях. И когда мы работаем в школе Open Space, когда везде вокруг раздается какой-то шумовой гул, шумовое загрязнение, дети должны научиться в этой ситуации тоже воспринимать информацию. Это очень важный навык, который должна давать современная школа. И есть исследование влияния шума на процесс обучения, и это исследование показало, что педагоги намного сильнее стрессуют от шумового загрязнения, чем дети, и, возможно, в какой-то маленькой доле это связано с тем, что педагоги как раз учились в тихих школах и в закрытых классах, а современные дети уже потихонечку начинают учиться в другой реальности. Безусловно, когда мы говорим об открытой школе, мы должны говорить об акустике, и постепенно тренд по работе с акустическим климатом в школе приходит и в муниципальные школы. Я недавно была в одной крупной школе, которая строится в Подмосковье очень крупным застройщиком, и они сами по своей инициативе положили акустические панели в потолок и начали работать с акустическим климатом школы, подключили к этому профессионалов. И это, конечно, очень важная тенденция, которую сейчас уже невозможно игнорировать. Следующий момент, с которым мы сталкиваемся в современной школе, это разнообразие различных зон, различных мест для работы. Когда, поскольку сейчас в приоритете проектная деятельность, проектная деятельность в разных группах разной численности, то, конечно, дети должны иметь возможность самостоятельно создавать свои группы, и педагог должен иметь возможность менять пространство таким образом, чтобы эти группы разной численности работали. И здесь, опять-таки, мы, конечно, говорим и о акустических перегородках и о различных элементах мебели, которые позволяют нам создавать, в том числе, и индивидуальное пространство. Вот здесь на фотографии стул авторства дизайнера Aero Arnio. Я сидела в этом стуле, когда в нем находишься внутри, ты практически не слышишь шумового загрязнения снаружи, и при этом, если ты говоришь по телефону, люди снаружи слышат только какой-то тихий разговор, а конкретики понять не могут. То есть очень интересный стул. И подобная мебель потихоньку, пока еще в частных школах, но постепенно начинает появляться. Еще немножечко совсем про мебель. Эту фотографию я сделала в Финляндии в марте 2019 года. Это типовой класс, типовой городской финской школы. И если вы обратите внимание на то, какое просто разнообразие мест для сидения внутри этого обычного кабинета, становится понятно, что образовательный процесс, конечно, устроен там несколько по-другому. Причем я спрашивала педагога, она говорит, что дети имеют право самостоятельно выбирать, на каком элементе мебели они сидят в данный момент. Но самое любимое у них, конечно, это вот эти качающиеся табуретки, которых там довольно много. Пуфики тоже популярны. Еще там есть стулья на колесиках, стулья без колесиков, стул-седло, который здесь на фотографии не виден. А еще можно работать стоя. Постепенно, потихонечку мы тоже к этому идем. У нас еще существует тема, которую я практически сегодня не буду трогать. Это нормы, стандарты и все, что регулирует физическое наполнение школьного здания. Там есть свои ограничения. Но сейчас ситуация немножечко меняется. Сейчас новые стандарты разрабатываются. И мы будем надеяться, что все-таки у нас появится больше свободы в мебелировке классных комнат. Очень важно помнить, что когда мы меняем мебель, когда мы ставим другую мебель, мы моделируем форматы общения между детьми. И мне очень нравится пример столовых, потому что сейчас столовые в школах в основном заполнены такими длинными столами, за которые ребенок садится, не в состоянии контролировать количество своего окружения и людей, с которыми он общается. Вот это один из моих проектов, которые я делала для столовой ремонтируемой школы. И здесь существует сразу несколько различных вариантов посадки. То есть можно сесть в группе из 6-8 человек, можно сесть вдвоем, можно сесть за круглый стол. Круглый стол вообще один из самых оптимальных для практически любой групповой деятельности, потому что мы можем комфортно регулировать количество людей, сидящих за этим столом. Там можно сесть вдвоем, втроем, в пятером, в шестером, но в зависимости от размера стола, и каким-то образом комфортно это пространство занимать. И при этом мы же понимаем, что в зависимости от того, в какой позе мы сидим относительно друг друга, эта поза немножко перенастраивает наше общение. И если мы сидим друг напротив друга, то общение, с одной стороны, более внимательное по отношению друг к другу, с другой стороны присутствует некая конфронтация. Если мы сидим под углом друг к другу, то это более дружелюбная посадка. Если мы сидим на лавке друг рядом с другом, то это, конечно, более индивидуальный подход. Поэтому, давая детям возможность самим выбирать, в каком формате они хотят в данный момент сидеть по отношению к своему собеседнику, мы даем им больше свободы в формировании своих социальных связей. А если мы говорим про малышей, сейчас на фотографии вы видите рекреацию младшей школы, сделанную по нашему проекту. То мы можем несколько моделировать дружественность их взаимоотношений. То есть на левой фотографии у нас ребятишки моделируют что-то, и стол поставлен таким образом, чтобы у них не было возможности быть лицом друг к другу. Они могут находиться только под углом. А с правой стороны у них уже есть возможность находиться лицом друг к другу, но стол круглый, и он позволяет ребятам двигаться вокруг этого стола под каким-то углом, находясь все-таки друг к другу. Еще один важный очень тренд в современной школьной архитектуре – это многофункциональность. Связан этот тренд одновременно с модой на большие пространства и стремлением снизить расходы на содержание этих больших пространств. И отапливать, освещать, убирать, ремонтировать актовый зал – это довольно серьезная задача. Зачем нам нужен отдельный актовый зал? Мы можем, как в этой школе в Норвегии, взять спортивный зал и оборудовать его таким образом, чтобы его можно было использовать как актовый, как место для выставки, для каких-то лекционных событий, всяких таких интересных моментов. Сейчас появляются постепенно московские школы, в которых тоже есть многофункциональное помещение. Мы, опять-таки, несколько ограничены стандартами, но попытки уже создать что-то подобное есть. Коридоры. Наши любимые и многофункциональное использование коридоров. Вот этот проект студии Артемия Лебедева довольно старый для младшей хоро-школы. Здесь есть вопросы к пожарке, но в целом это великолепный пример того, как можно использовать пространство коридоров и при этом прививать малышам любовь к чтению. То есть это открытая библиотека с открытым доступом и оформленная вот так вот ярко и интересно. Еще один фрагмент, часть многофункциональности помещения – это мобильная мебель. Вот сейчас на фотографии вы видите такой крайний пример мобильности. Это стулья на колесиках с возможностью хранить свои вещи внутри стула. Это фотография тоже из хоро-школы, но сейчас довольно большое количество школ закупили эти стулья. Здесь важно помнить о безопасности. Когда мы поставили подобные стулья в седьмые классы, первое, что сделали дети, они выкатили их в коридоры, начали кататься по коридору, а потом начали спускаться по лестнице на этих стульях. Поэтому срочно пришлось переставить стулья в 10-11 классы. И вот старшеклассники с ними справляются на ура. Все очень хорошо. И очень важное преимущество подобной мебели в том, что дети моментально, без физических усилий, способны создавать проектные группы. Ты им говоришь, разделились группы по 4 человека, и раз через 2 минуты весь класс сидит в группах по 4 человека. Ну, некоторые по 3, некоторые по 5, но это же дети. А в целом работает все это очень хорошо и очень удобно. И это тоже одна из тенденций, которые сейчас прокрались, постепенно меняя нашу образовательную архитектуру. Вот еще один пример многофункциональности. Это проект фонда ДАР. Ему уже несколько лет. По-моему, это 2015 год, если я правильно помню. И очень простым, очень быстрым и дешевым решением сильно изменен функционал рекреации. Подиум из фанеры для внутреннего применения, обшитый ковром по всему периметру рекреации, трехступенчатый, все очень просто, очень недорого. При этом пространство приобрело настолько большое количество новых смыслов, помимо рекреационной активности, что практически на его использование стоит очередь. Там проводятся уроки, там проводятся общественные мероприятия, какие-то лекционные занятия на несколько классов. Там постоянно кто-то тусит. Тоже решение, которое вот очень в стиле, в духе современной школы. И вот одна из последних вещей, о которых я хочу сказать по поводу современной школьной архитектуры, очень важная вещь, очень недооцененная, к сожалению, в нашей отечественной школьной застройке, это субъектность, субъективность. Дело в том, что возвращаясь к 20-м годам, возвращаясь к конструктивизму, каждое школьное здание имеет свой характер, имеет свой контекст, имеет свою какую-то историю, свое дыхание, что-то такое внутри себя важное. При этом каждый ребенок, приходя в эту школу, тоже имеет свой характер, контекст, какую-то свою жизненную историю, какое-то свое настроение каждый день, в конце концов. И вот это взаимодействие сейчас должно вестись на равных. Оно должно вестись со взаимным глубоким уважением. И для того, чтобы у детей возникало уважение к зданию, мы должны подчеркнуть для ребенка субъектность этого здания. Очень хорошо это сделано вот в этой школе, это школа в Финляндии, началка, в которой все инженерные узлы здания вынесены на общественное обозрение. Во всех коридорах висят открытые провода, вентиляция. Справа наверху фотографию я сделала. В коридоре вот это стеклянное окно выходит на бойлерную. То есть в любой момент ребенок может увидеть, как это здание дышит, как оно пьет, как оно думает, мыслит. У него по проводам течет сигнал, проводится интернет, работает освещение, работает канализация, работает подача воды. И все это очень сильно меняет вот это восприятие коробочки. То есть когда мы приходим в полностью оформленную школу, нам кажется, что все зашито внутри, нам кажется, что все так и должно быть. Цвет горит, вода течет, ну течет и течет. А здесь дети понимают, как это на самом деле работает, и это очень важно. У них еще серверное за стеклом. Я настолько была поражена, что даже забыла ее сфотографировать. Настолько красиво это выглядит. И естественно, что уровень вандализма в подобных школах гораздо ниже, чем в других. Еще один элемент субъектности это навигация. И, к счастью, сейчас уже не задается вопрос о том, нужна навигация в школах или не нужна. Еще буквально там года 3-4 назад это был спорный вопрос, да. То есть были люди, которые говорили, что нет, зачем нам тратить эти деньги, и все и так прекрасно знают, где женский туалет. На самом деле нет, это не так. И с учетом огромных новых школ это тем более не так. Навигация в школах появляется, причем она создана, ну как бы на нормальном, профессиональном, хорошем дизайнерском уровне. И с учетом многих особенностей, например, тоже мы уже знаем о том, что младшие дети боятся неподписанных помещений. То есть если есть какая-то дверь, которая неизвестно куда ведет и вечно заперта, то они будут маркировать ее как опасную. А, соответственно, если на двери появится номер и надпись техническое помещение или там бойлерное, или все что угодно, серверное, то отношение ребенка к этому помещению сразу меняется. И, соответственно, чем меньше у нас слепых дверей, тем более безопасно и комфортно дети воспринимают школу. Еще один элемент субъектности это возможность разместить детские работы везде в пространстве школы. На этой фотографии школа муниципальная города Майнхайм в Германии, где все без исключения детские работы клеятся на скотч прямо на стены внутри школы. Школа огромная, там учится 1300 с лишним человек. И вот весь этот визуальный хаос на абсолютно чистых белых стенах из слоистого пластика практически все время, круглогодично находится. И когда у них заканчивается место, они просто по временному принципу снимают старое, вешают новое. И вот еще совсем чуть-чуть про субъектность. Это то, что происходит сейчас и у нас в России тоже. Стали активно использоваться в общественных пространствах поверхности для самовыражения. И вот эта фотография нашего проекта в одной из московских школ, в обычной типовой имьюшке, где мы выкрасили на трех этажах огромные меловые поверхности, на которых дети могут организовывать свои собственные проекты или просто писать все, что они думают. И при этом содержание этих меловых стен контролируют десятиклассники, не педагоги, десятиклассники. Это очень интересный социальный проект. Раз в месяц приходит уборщица, стирает все, и проектная деятельность начинается снова. Вот сейчас на фотографии вы видите исторические параллели. То есть они сами придумали этот проект и с помощью учителя истории его нарисовали. Сложно сказать, что следующий тренд является отражением архитектурного облика школы, но все-таки мне хотелось бы затронуть этот вопрос. Я очень советую посмотреть видео этого потрясающего ученого и вдохновляющего человека Сугата Митра на тему его проекта Hole in the Wall и проекта «Школа в облаке». Там есть перевод, смотрите. Одна из очень важных тенденций, появляющихся, пока еще только зарождающихся внутри школьного сообщества, это самоорганизующиеся детские проектные команды, в том числе разновозрастные. И если мы говорим об архитектурном облике школы, мы уже не имеем права отгораживаться от этой тенденции и говорить о том, что наше пространство не должно ей соответствовать. То, что мы сейчас, я надеюсь, в ближайшем будущем с точки зрения архитектуры будем создавать, уже должно учитывать возможность детей самоорганизовываться в проектной деятельности разными самыми способами, в том числе такими, о которых говорит Сугата Митра. И даже если мы говорим о вот этих немножко пугающих школах-мегаполисах, даже там уже начинают создаваться подобные пространства, которые позволяют детям работать в разновозрастных проектных группах. И в качестве завершения я бы хотела немножко поговорить об очень сложной теме, которая сейчас, ну, наверное, не имеет ответа, не имеет разрешения вот этой ситуации сложной. Это школа в пандемичный, постпандемичный период, когда, ну, наверное, все мы, профессионалы, работающие с школьной инфраструктурой, мы сейчас немножко замерли и так испуганно смотрим друг на друга и пытаемся понять, что же будет происходить дальше, что будет происходить дальше с вот этими супер-мега-огромными школами, в которых учатся там несколько тысяч человек, как мы будем обеспечивать социальную дистанцию в этой ситуации. Становится понятно, что вопрос социальной дистанции это вопрос не только постковидного мира, да, это в принципе что-то, что поменял наше общество, как мы будем работать в этих школах, которые и так используют по максимуму свой материальный ресурс для того, чтобы обеспечить для всех этих детей возможность доступа. Как мы сейчас будем сочетать образование в удаленном режиме и постепенный выход из удаленного режима. Выход из удаленного режима все-таки мне кажется необходимым, потому что даже сейчас понятно, что и дети, и учителя очень сильно скучают по очным встречам, и удаленка не решает многих вопросов, которые мы задаем друг другу. И как обеспечить безопасное возвращение, как обеспечить психологически комфортное возвращение в эти пространства, которые не были созданы для того, чтобы решать подобные задачи, потому что просто таких проблем раньше не было. каким должно стать дополнительное образование в этих условиях, может ли оно уйти онлайн, не может, и как должна поменяться архитектура для того, чтобы отвечать всем этим вызовам. Как я уже сказала, на данный момент, мне кажется, нет ответа на этот вопрос. Это сейчас то, над чем мы все активно думаем и думаем, как решать эту проблему, в том числе, как решать проблему с огромным количеством оставшихся нам в наследство типовых зданий и как работать с ними. Потому что в Москве до сих пор там больше половины зданий, построенных по проекту EMU, существуют, и сносить их никто не будет, потому что они практически вечно. Вот. Наверное, на этом я хотела бы завершить свою сегодняшнюю лекцию вот таким большим вопросом, и я надеюсь, что он все-таки не негативен, а наоборот возбуждает наш интерес и поможет нам развиваться дальше и создавать какие-то интересные новые архитектурные объекты. Ну, сейчас время задавать вопросы. Если они, конечно, возникли, я готова ответить. Вопросы есть. Спасибо большое за лексу. Интересно очень. Как вы считаете, Катерина, зависит ли школьный интерьер, цвет, его восприятие от культурных и природных особенностей региона? Ну, можем ли мы делать аналогичный класс там, например, в Норвегии, в Испании, в России? Однозначно зависит. Я говорила об этом вот в разделе о уважении к контексту. зависит от региона, зависит от конкретного города, иногда зависит от конкретного района города, особенно если мы говорим о мегаполисах. Безусловно, зависит от менталитета народности, которые очень сильно по-разному воспринимают тот же цвет. И, как я уже говорила, если мы строим школу на Краинем Севере, то мы должны понимать, что она, возможно, имеет право быть более яркой и более насыщенной. И графические элементы в этой школе могут быть мельче и более прорисованными, чем, например, школы в мегаполисе, где ребенок и так визуально очень сильно перегружен. Поэтому, да, безусловно, это один из важнейших трендов современной школьной архитектуры. При создании школьного проекта мы очень внимательно смотрим, в какое место и в какую среду мы эту школу ставим. Еще один вопрос. Что делать, если учитель, педагог или ученик хотели бы что-то поменять в интерьере своей школы? Как это донести до руководства, до администрации, как вы считаете? Это очень сложный вопрос. На самом деле, конечно, это зависит от администрации и здесь уже нужно искать ключики к конкретному директору. Но чаще всего работают хорошо подготовиться. Существует большое количество сейчас архитектурных сайтов и сайтов, на которых можно подсмотреть интересные решения, если составить, например, презентацию различных визуальных решений для той или иной зоны, которую вы хотите изменить. Ну, например, на том же Архдейли посмотреть разные решения и прийти к директору уже с конкретикой и сказать, что вот у нас есть задумка, вот смотрите, как это реализовано в других местах. И вообще, на самом деле, честно, и это правда, зачастую эти проекты стоят очень небольших денег, действительно небольших, то, возможно, к вам прислушаются. Катерина, скажите, а вы встречали какие-то трудности, непонимания, вот приходя в школу, от администрации, были ли такие случаи? Безусловно, конечно, были, были часто. Дело в том, что я в большинстве случаев работаю в процессе сопричастного проектирования с подростками, и мы придумываем, заново придумываем какие-то пространства в школах. И, конечно, есть моменты, когда подростки придумывают что-то, что не принимается администрацией школы, но дальше мы действуем по ситуации, где-то получается убедить, где-то мы находим компромисс, ну, где-то, к сожалению, проекты закрываются. Вот, поэтому, да, сложности есть, безусловно. Спасибо. Все, вопросы? Спасибо вам большое за внимание. До свидания.